В рамках реализации инициативы главы государства по внедрению новой системы привлечения и развития инвестиций во всех районах и городах страны, Министерством инвестиций и внешней торговли совместно с Академией государственного управления при президенте Республики Узбекистан организованы пятидневные обучающие семинары. В них принимают участие руководители областных управлений инвестиций и внешней торговли, помощники Хакимов по локализации производства и развитию промышленной кооперации. Обучающие семинары организованы по направлениям деятельности проектных групп и проектного офиса, выявлению специфических преимуществ регионов, системы управления проектами, стратегического менеджмента, управления изменениями и критического мышления, привлечения инвестиций в местные отрасли промышленности и развития экспортного потенциала, эффективного использования средств фонда поддержки молодых предпринимателей, развития внешней торговли деятельности, полной загрузки производственных мощностей, а также оздоровления предприятий, работающих не на уровне проектной мощности. Всего же на мероприятии участвует 281 человек. Перед аудиторией выступают руководители и специалисты Министерства инвестиций и внешней торговли, Академии государственного управления, профессора и преподаватели филиалов зарубежных высших учебных заведений, расположенных в Ташкенте. Здесь мы нашим слушателям, заместителям Хакимов, рассказываем о том, как проектные группы должны работать и на что они должны обращать внимание в ходе своей деятельности. Пудем привлечения специалистов будут реализовываться инвестиционные проекты, согласно точкам экономического роста, исходя из специфики каждого района. Стоит также отдельно отметить и то, что в каждой области будут созданы холдинговые компании, и в них будут вести свою деятельность опытные предприниматели региона. Им будет оказано необходимое содействие в реализации инвестпроектов. В процессе обучения основное внимание уделяется новой системе, позволяющей осуществлять отбор приоритетных проектов, реализуемых по инициативе главы государства, и эффективно формировать инвестиционные программы. Эта процедура способствует ускоренному развитию регионов и отраслей в долгосрочной перспективе, а также обеспечит эффективное и целевое расходование средств. Также будет усовершенствована система привлечения инвестиций и финансирования приоритетных проектов. В рамках системы Центра разработки инвестиционных проектов будет проводить расчеты проектов для предпринимателей и разрабатывать бизнес-планы и технико-экономические обоснования приоритетных проектов. Обучение ответственных работников, имеющих непосредственное отношение на привлечение инвестиций в регионы, является сегодня архиважным, поскольку сейчас, предстоящие пять лет, мы должны удвоить привлечение инвестиций, используя местные ресурсы и активно привлечая иностранные. Здесь очень важно в новой системе акцент делать на проектные группы, которые непосредственно будут работать с конкретным предпринимателем бизнеса, информируя их, снабжая их необходимыми расчетами, подсказывая варианты привлечения инвестиций, кредитных ресурсов и, конечно, ориентируясь на импортозамещение и экспортоориентированность. Агентство по привлечению иностранных инвестиций совместно с посольствами Узбекистана в зарубежных государствах и дипломатическими представительствами Министерства иностранных дел организует работу по привлечению прямых иностранных инвестиций от международных финансовых институтов и других международных организаций. Фонд прямых инвестиций, в свою очередь, финансирует приоритетные проекты на основе партнерства путем создания 14 региональных филиалов общества с ограниченной ответственностью, национальный промышленный холдинг с формированием в каждом из них холдинговой компании и совета передовых предпринимателей каждого региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова